Итак, друзья, у меня, как видите, Kingston на 408 гигабайт. У меня таких ещё три. Один системный диск C, другой просто и два обычных диска. Это третий. В сумме почти 2 трабайта. Я решил отказаться от жёстких дисков, потому что они рано или поздно летят. Ну и все знают чуть что, там начинают головки стучать и так далее. Ну, короче, очень часто сейчас, к сожалению, жёсткие диски выходят из строя. Особенно C-Gate. C-Gate, спасибо тебе. Так вот, я решил ещё один прикупить и заодно решил сделать тест. Это я сейчас установлю этот, проверю скорость здесь. Потом проверю скорость на чуть-чуть более заполненном. Потом на ещё более заполненном диске, почти полностью забитом. Ну и последний тест будет на диске C. Ну, причём, конечно, винда там была установлена. Посмотрим, как будет разниться скорость. Тут заявлено где-то... Ну, я точно не помню сейчас, да? Здесь тоже, по-моему, нет информации о скорости. Но, значит... Да, я не вижу. Ну, где-то там 540 и 480, по-моему. Но есть такая особенность на жёсткие... Ну, по крайней мере, в тех C-Gate, которые были у меня, что если они забиваются, там, скажем, под 70, 80 или 90 процентов, они серьёзно медленнее становятся... Ну, медленнее становятся. Что нельзя сказать про SSD-диски? Вот им, в общем-то... Ну, если, конечно, на 100 процентов забить, я думаю, что они, конечно, будут помедленнее, да? Но и то это даже незаметно. И, несмотря на это даже, всё равно они намного быстрее, даже забитые, работают намного быстрее, чем забитые, короче, жёсткие диски. Это уже проверенный факт. Да? Да? Да, она говорит так. Итак, друзья, вот они, наши 4 диска. Сейчас будем их тестировать. Начнём с самого свободного, ну, почти что, видите? Вот этот вот диска. И сейчас его протестирую в CrystalDisk марке. Итак, друзья, вот они, результаты по диску K. Самый менее забитый, почти свободный диск. И видим, что скорости действительно, значит, приближены к заявленной. Это где-то 550 Мбайт в секунду и 450 Мбайт в секунду. Хотя, видите, тут вот Read&Write, 560 и 525. В общем-то, вот эти всегда первую строку обычно указывают, да? То есть, они даже получше, чем заявлены. Вот. Но сейчас мы, друзья, будем продолжать тестировать. Следующий забит почти наполовину. И потом уже на 70% примерно забит. Так, поехали. Следующий у нас. Это диск D. Примерно наполовину забит. Итак, друзья, видим второй результат. Вот он слева. Сравниваю его с правым предыдущим результатом, когда диск был забит на 5%. Итак, сравнение с 36% и 5% против 5%. Никакой разницы вообще нету. В скорости, вот можете убедиться, тут это на уровне погрешности. Всюду вообще абсолютно одинаковые результаты. Абсолютно полностью. Кроме, как я уже сказал, погрешность. То есть, что забитый на 40% жесткий диск. Прошу прощения, SSD диск, не жесткий, а SSD. Что на 5% работает с одинаковой заявленной скоростью. Продолжаем дальше тест. Следующий у нас на очереди это 58%. Диск E забитый на 58%. Сейчас проверим, какова у него будет скорость. Поехали. Ну что же, друзья, вот он слева результат скорости SSD диска при почти 60% загрузки. И, как видим, единственный вариант, когда действительно видно, что скорости просели. Как видите, ну, насколько просели, это примерно на 1,5%. То есть, это примерно на 20%. Ну, примерно на 20% по сравнению, естественно, с предыдущим вариантом. Вот, то есть, как видите, по read на 20%, на write меньше. Ну, и ниже тоже самое где-то примерно. Да, тоже. Так что, друзья, единственное, когда заметно, просадка. Это когда, скажем, с 36 до 58 загрузка. То есть, предположительно, то, что выше 50 уже или... то там уже будут действительно заметные просадки в скорости. Ну, и у нас впереди еще остался тест диска C, который мы тоже сейчас проведем. Поехали. Ну, что, друзья, вот он, наш результат. Вот я его ввожу по экрану. Это диск C, забитый на 12%. И смотрите, скорость его вообще такая же, как и при забитии без диска C. Просто заполнение на 36% или, как мы помимо, на 5%. Абсолютно такие же скорости. Ну, плюс-минус погрешность, конечно, но видно, вот если мы сравним вот эти два результата, и, как вы помните, здесь диск D36% у него ровно такой же результат, и как у диска C на 5%. И такие же на... Ну, я удивлен. Такие же результаты у диска C. Отсюда можно сделать вывод, что скорость у диска, забитого на 5%, у диска, забитого на 36%, и даже у диска C, забитого на 12%, одна и та же, ну, плюс-минус погрешность. И вот только, когда диск забивается на 58%, происходит просадка примерно в районе плюс-минус 20%, и в некотором случае, да, примерно в районе 20%. Тогда как на запись это примерно, ну, меньше, чем на... примерно на 5%, вот, то есть на чтение скорость падает на 20%. Так что, друзья, вот такие вот результаты. Я подвел итог, так что надеюсь, вам было интересно. Еще раз, значит, я все, я не знаю еще, что добавить. Так что вот и все. Надеюсь, вам было интересно. Всего доброго. Всем пока. До свидания.